Итак, ладно, давайте я отключаю я тогда всем звук и начнем. Первое, о чем хотел бы я сегодня поговорить с вами, это оплаты. Первое, это оплаты. Значит, оплаты на данный момент у нас проходят из России двумя способами. Первый способ это обхолд платежной системы, второй способ это с помощью биткоина, переводом на кошелек. Также мы договорились завтра созвониться с руководством вечером и порешать вопросы. Я знаю, что они уже, по-моему, в понедельник отправили заявку на Abcash Payer. И также они сказали, что нашли какое-то решение для России, для Китая, которое будет всем очень интересно и очень удобно в плане оплаты. И завтра, я думаю, что они его озвучат точно и, соответственно, я с вами поделюсь информацией. Что касаемо оплат ополда или биткоина. Какие есть нюансы, какие есть плюсы, какие есть минусы. Обхолд, в принципе, зарегистрироваться очень просто. Обхолд.ком, регистрируйтесь, проходите верификацию, которая очень быстро проходит, пополняете счет. Опять же, из России пополняете только с помощью биткоина. И комиссия чутка будет побольше, чем напрямую с биткоина оплачивать. Но плюс в том, что оплаты проходят моментально. То есть, как только вы с обхолда оплачиваетесь, у вас сразу же активируются лицензии и вы можете приступить в торговле. Плюс оплата биткоина в том, что комиссия чутка поменьше. Вы просто переводите с вашего биткоин-кошелька на биткоин-кошельок компании. И вам необходимо написать сообщение в поддержку на адрес, который указан в инструкции. И после этого в течение 48-72 часов вам аккаунт активируют. Многие не пользуются данной ситуацией. Вот сегодня было несколько человек, которые написали, что им не активировали. А в течение 2-3 дней они написали мне письмо. В итоге я скинул сообщение все Биллу, одному из руководителей компании. И он сегодня всех активировал. Поэтому хотелось бы всем сказать, что если вы оплатили с помощью биткоина и в течение 2 дней не активируется кабинет, после этого вы сразу же пишете мне сообщение, то сообщение, которое вы отправили на почту с указанием ID, время оплаты, суммы оплаты, ссылку на транзакцию. И там мимо фамилии еще вашу указано. То есть скидывайте мне это сообщение. Я пересылаю его Биллу, специалисту, руководителю по технической части. И он активирует лицензии очень быстро. Для тех, у кого есть задержки с лицензиями. И как только появится информация, завтра, думаю, после вебинара я напишу сообщение отдельно и расскажу, поделюсь информацией, какие новости там были. На этом, что касаемо оплаты, все. Если возникнут вопросы, можете написать потом. И второй момент, который я хотел бы сегодня обсудить, это по поводу вылета. У компании было обновление и ночью у некоторых партнеров после тали лицензии нужно было просто перезагрузить терминал и все отлично после этого заработало. Но также я знаю, что на данный момент у двух человек из нашей команды такая проблема, что человек активирует лицензию, торгует какое-то время на роботе. И через какое-то время лицензия снова слетает. Там либо ошибка 0, либо 404, либо 409. Перезагружает терминал, заходит в него, опять торгует некоторое время, а потом лицензия слетает. Пока что я знаю о двух таких случаях. И один случай мы уже решили, потому что человек своевременно отписался. И мы скинули сообщение в поддержку и решили быстрый вопрос. Если у кого еще из вас в команде есть такие случаи, что необходимо перезагружать постоянно терминал, вылетает, напишите мне, пожалуйста, сообщение с указанием всей информации о вашей ID и напишите, что лицензия постоянно слетает. И вопрос этот решим. Вот. Это те новости, с которыми я хотел с вами поделиться. И теперь приступим к ответам на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы в чате, и я на них сейчас буду отвечать. Также еще один момент хотел бы сказать, пока вы пишете ваши вопросы. У меня очень большое количество личных сообщений сейчас от партнеров, в частности, с глубины. И, к сожалению, времени не так много, чтобы отвечать очень много моментов, которые мы решаем сейчас. И не всегда своевременно успеваю читать ваши сообщения и отвечать на них. Поэтому, если вы хотите получать ответы от меня максимально оперативно, быстро пишите, пожалуйста, вашим спонсорам. У меня есть отдельный чат с партнерами моей первой линии. То есть, вы можете написать вашим вышестоящим спонсорам какой-то вопрос. Они скинут это лично мне либо в чат, и, соответственно, я максимально быстро на него отвечу. Потому что команда очень большая, и индивидуально с каждым, к сожалению, у меня не получится работать максимально быстро. Первый вопрос. Евгений спрашивает, как там, Весси? Все нормально? Стоит меня? Да, Евгений, все, отлично, Весси, мы собрались сегодня. Тебя не хватает. Вот. Какие еще вопросы есть? Все, вопросов больше нету, да? Все, все, всем понятно. Всем привет из Казахстана. Да. Отлично, радуюсь, что у нас начал подключаться Казахстан. И я знаю, что в Казахстане оплаты с карт проходят отлично. Поэтому у вас есть большое преимущество, и вы можете сейчас строить очень быстро бизнес и развивать очень хорошо команду. Потому что у меня тоже пара человек из Казахстана на этой неделе проплачивалась, у них с картами все нормально пропадет. Вот с картами, как я говорил, это проблема России. Потому что некоторые банки блокируют платежи. Вот. Там то ли черный список, санкции, там непонятно что. Вот. Компания сказала, что постарается найти мерчанта, через которого можно проводить платежи с карты, с русских. Но пока вопрос этот остается закрытым. Я задал вопрос уже, как бы этот завтра получу на него ответ. Узнаем, что там будет с оплатами с карты из России. Отлично. Сегодня прям идеальный вебинар. Это радует, потому что я стараюсь отвечать на вопросы в личное сообщение, и многие вопросы сегодня и вчера решились еще до вебинара. Да, самый короткий вебинар. Ладно, пока вопросы идут, отвечаю на некоторые вопросы в плане маркетинга, в плане развития. Тоже очень много вопросов. Мы с ребятами сделали чат по марафону, пока его в открытый доступ не скидывали. Вот. В общем, какая идея. То есть те партнеры активные, кому интересно заниматься развитием компании и видеть, как делают другие партнеры. Мы сделали отдельный чат по маркетингу. Соответственно, через ваших спонсоров вы можете попасть. Условия простые. Вам необходимо делать определенные действия ежедневные. То есть вы сами решаете, какой план действий вы будете делать. Пока ограничений точно нет. Но мы решили, например, с ребятами, что каждый день мы будем делать 10 предложений нашего бизнеса. И обязательно делать ежедневные отчеты с понедельника по пятницу. Поэтому, если у вас есть желание подвигаться, поразвиваться по маркетингу, посмотреть, как это делают другие партнеры, активные, вы можете написать вашим спонсорам, они добавят вас в данный чат. Вот. Таким образом, во-первых, это помогает вам, как сказать, развиваться. То есть вы смотрите, какие действия совершают более продвинутые партнеры, каким образом кто работает, какие действия совершаем. Вот. И, возможно, это вам поможет. Плюс это, опять же, вопрос мотивации, когда вы видите, что люди постоянно там какие-то действия придумывают, там совершают, какие-то фишки рассказывают, как они с людьми общаются, то есть какие материалы там, какие скрипты используют, вот какие там, ну, все. То есть это очень как бы может быть полезно для тем, кто хочет строить бизнес крупный с нами. Вот. По планам я общался сегодня с ребятами с Москвы по поводу офиса. То есть они начали проводить презентации еженедельные в Москве, каждый четверг в офисе. Соответственно, вы на эти презентации можете ходить, помогать, развиваться. Ну, единственное, что ребята сейчас разъехались. Дмитрий Рогосин, он в Турции находится, и Александр, он на Украине находится. Вот. Поэтому они сказали, что с 10 августа каждый четверг будут презентации. Пару афишек я скинул в наш чат официальный. Вот. И, соответственно, там адрес указан, можете посещать мероприятие. Вот сейчас наша задача в Череповце запустить те же презентации на еженедельной основе. Вот как раз мы с командой после вебинара будем обсуждать эти вопросы, репетировать первую презентацию, и, возможно, в следующей неделе уже у нас начнутся еженедельные презентации в Череповце. Вот. Потом что еще? А также по обновлениям, пока вопросов нет, тоже скажу. Некоторые из вас заметили, что мы немножко провели небольшой ребрендинг. Чат информационного канала ForexHackers мы переделали в MarketHackers Россия. MarketHackers – это команда американская наших вышестоящих спонсоров. Они работают под этим брендом. И мы в последний раз, когда с ними общались, они готовят для нас крутые лендинг-пейджи, автоматизированную систему продвижения. На английском языке они уже все есть, готовые. Уже есть перевод на русский язык, и видео, и текст. Осталось только видео озвучить на русском языке, и после этого у каждого из вас будет лендинг-пейдж крутой. Когда, например, человек к вам обращается за информацией, вы можете просто скинуть ссылку на лендинг-пейдж. Он читает информацию, смотрит видео, мотивирующее о компании, о продуктах. И, соответственно, если ему это интересно, он может зарегистрироваться прямо сразу же с лендинг-пейджа. У вас все инструкции там будут. Поэтому очень удобная система продвижения. Американцы уже пользуются этой системой и получают достаточно отличные результаты. Обязательно ли оплачивать биткоином со своего криптокошелька? Если оплачивать сразу с Форекса, выводя на биткоин кошелек компании? Да, можно оплачивать за других кошельков, но обязательно со своего кошелька, потому что вы будете указывать номер транзакции, что вы перевели из такого-то кошелька, например, 247 долларов. Нужно обязательно указать TX или хэш, как называют его, транзакции. Я знаю, что если с криптобирж выводить, либо, например, через тот же обменник выводить сразу же, то там есть TX, ссылочка на подтверждение транзакции. То есть вы можете ее скопировать и отправить в компанию. Таким образом вы сможете сэкономить небольшую комиссию. Комиссия на самом деле не такая большая. Если вы отправите на ваш кошелек, с вашего кошелька перешлете на кошелек компании, комиссия дополнительно составит несколько центов. Но, по идее, можно оплачивать с любых криптокошельков. Что-нибудь слышно о других роботах компании? Последняя информация, которая у меня была насчет других роботов компании, это после того, как Ringer будет продаваться официально, как будут дополнительные лицензии в кабинете включены, после этого будет анонс следующего робота, который называется Trade Runner. Это робот-скальпер, второй наш продукт, но данный момент пока его не анонсируют, потому что нужно получить специальное разрешение в комиссии SaaS, которая регулирует деятельность нашей компании. И вопрос времени, когда они эти разрешения получат, соответственно, можно на одном аккаунте подключать дополнительные лицензии, и после этого официально будем продавать роботов, и будут другие продукты компании. Андрей, привет. Если есть неоплаченная и оплаченная в структуре, то в три первых станет оплаченная, а под них неоплаченная. Константин, неоплаченная в структуре, они вообще не размещаются. Неоплаченные партнеры размещаются в структуре только при одном условии, если под ними есть оплаченный партнер. То есть, например, партнер зарегистрировался, подключил партнер, тот оплатился, и в таком случае система, либо вы сами после 10 дней, значит, вы сможете выставить этого партнера в структуру, и оплаченный партнер прияется под ним. Если партнер не оплачен, и под ним никого нет оплаченных, соответственно, его нельзя будет разместить в генеалогии. По компасу расскажи, его можно уже покупать? По поводу компаса, компас на данный момент бесплатный, и вы можете пользоваться им бесплатно. Сегодня я скинул ссылочку в свой чат перволинии, потому что часть партнеров последние два дня у меня спрашивали ссылку на чат по компасу, и я скинул ссылку в чат перволинии, и ребята, я думаю, что должны были разослать ее по чатам, в чат компаса русскоязычный. Если не разослали, то я сам скинул в чат по компасу, я просто чат по компасу переслал в архив, и не читаю сообщения, вообще туда не захожу. Также по поводу компаса, читал в англоязычном чате, сейчас они готовят крутой промоушен на компас, промо-ролик, потому что есть часть людей, которые достигли очень хороших результатов, уже заработали по нескольких сотен процентов на компасе, и они сейчас готовят такое своеобразное обучение от всех. То есть человек будет, как сказать, рассказывать о своей стратегии, делиться результатами своими, какие-то фишки говорить, как он торгует, как он пользуется, и вот от тех людей, которые достаточно успешно торгуют на компасе, будет такая своеобразная презентация, и ее можно будет просмотреть, и возможно для себя какие-то фишки почерпнуть, и использовать ту стратегию, по которой эти ребята работают. Это что касаемо компаса. Я сам лично, я хотел компасом поторговать, на самом деле, я начал торговать, но, к сожалению, так как сейчас много моментов, которые мне приходится решать, у меня нет свободного времени, чтобы заниматься компасом, даже вингером, можно так сказать, что я не особо занимаюсь, то есть меня там сам торгует, очень редко за ним поглядывают, что там происходит, я не всегда смотрю, что там вообще на рынке происходит. Вот недавно смотрел, там вроде по одному из счетов у меня, который на 5 пар торгует, с прошлой недели я его оставлял, и сейчас пошла по нему просадка 14-75% на нем просадка, на данный момент, и я поменял, в основном просадка идет по двум парам, евро-GPY и евро-USD. Я поменял левел-рэнч с 25 на 30 на этих двух парах. Вот это единственное, что я сделал. На трех парах вообще замечательно, все, просадка, тщущая 2,5% торгует, приносит прибыль. А если у меня будет только один приглашенный партнер, но у него три, то бесплатный робот будет только для него или еще для меня? Да, бесплатный робот будет только для него. Надо, чтобы получить бесплатный робот, необходимо иметь три лично приглашенных партнера, которые оплачивают робота. Либо второй вариант, может возникнуть такая ситуация, что у вас есть два лично приглашенных партнера, которые оплачивают, а один не оплачивает, потому что у него есть три бесплатных. В таком случае вы тоже будете получать робота бесплатно. То есть как бы у вас с этого человека получается оплаты нету, потому что он пользуется роботом бесплатно, но он также засчитывается как лично приглашенный активный партнер вашей структуры. Я позапрошлым вебинаре об этом рассказывал. То есть если вы уже оплачиваете маркетинг и зарабатываете по маркетингу, то данный партнер, который пользуется роботом бесплатно, он не засчитывается как отдельная единица, как оплаченный партнер, потому что за него объем не идет. Но если для получения бесплатного робота, он не учитывается. Сейчас вроде наладили наконец-то подсчет партнеров, и партнеры считаются в кабинете очень классно, и можно всегда на стартовой и на главной странице посмотреть, какое количество у вас в каждой ветке, какие условия. То есть добавили некоторые разделы. Общий раздел добавили, Total. Изначально его не было, приходилось самостоятельно считать. Вот сейчас добавили, можно посмотреть, сколько у вас общее количество людей в команде. Также там есть отдельный раздел, и вы можете посмотреть, каких условий вам не хватает для квалификации. Потому что бывают некоторые моменты. Один из моментов, я сейчас озвучу, партнеры закрывают статус в 3000 долларов, но почему-то, хотя по народу хватает, да, у него есть по 30 человек в каждой ветке, но он не квалифицировал на 3000, то есть у него там 1500 показывает. Причина в том, что начиная с 3000 и выше, там требуется не просто по 30 человек в каждой ветке, а еще и требуется как минимум по одному партнеру, который пригласил трех человек. Например, такое условие. И там они все эти условия показаны. То есть в какой ветке у вас какой статус находится, сколько партнеров с каким статусом. Вот также кабинет улучшается. Если есть какие-то предложения по улучшению, мы отправляем в компанию, компания улучшает, настраивает все. В связи с этим, соответственно, бывают небольшие косяки сейчас. Уже многие к ним привыкли. Кому-то они не нравятся, кто-то на них реагирует адекватно. Я, например, понимаю, что компания молодая, допиливает личный кабинет, какие-то функции допиливают, которые, возможно, либо некорректно работали, либо решили по ходу дела включить. Вот поэтому это, как говорится, можно списать на то, что компания еще только начинает свою деятельность. Некоторые моменты не проработаны до конца. И все эти ошибки, они будут устранены в будущем. Вопросов больше нету. Это, на самом деле, самый короткий вебинар, самое уменьшенное количество людей на нем присутствует. Вот вроде во всех чатах повестили. Вопрос голосом. Да, сейчас подключу. Добрый вечер всем. Приветствую, Александр. Да, всех приветствую. Клиентов, партнеров компании. Несколько вопросов, таких небольших принципов. Первый вопрос. Объясни, пожалуйста, понятным языком по поводу кредитного плеча. У меня вот ребята спрашивают тоже, не поймут, я до сих пор не пойму. Вчера брокеру вопрос задавал, поддержку. Объясни, в чем разница? Например, вот 1 тысяча и 1 к 300. Как бы мы понимание какое-то понимаем, но в конце все-таки еще никак не можем разобраться. А брокер как-то, не пойму, как-то он обтекаемо отвечает. Как ты это вообще понимаешь? Да, хороший вопрос. На него много раз встречал. Давно уже, правда, спрашивали. Простым языком, вот в интернете очень тяжело найти информацию, где написано это все простым языком. Я объясняю так. На реальном примере. Представьте, что у вас депозит 1 тысяча долларов. Два счета. Один на плечо 1 к 300, другой на плечо 1 к 1000. Чем больше кредитное плечо, тем меньше маржи задействованы в открываемых сделках. То есть, чем меньше ваших средств используется, тем больше кредитных средств, которые предоставляют компании за счет кредитного плеча. И конкретный пример. Например, на счете, где стоит плечо 1 к 300, у вас, соответственно, получается, робот сможет выдержать просадку, например, порядка 700-800 долларов. И после этого он закроется по стоп-ауту. И после того, как закроются сделки, у вас на счету останется 200-300 долларов. Свободных. То есть, он сможет выдержать меньшую просадку, но при этом у вас на счету останется больше средств. Если у вас стоит плечо 1 к 1000, то робот сможет выдержать просадку с 1000, например, где-то 900, может быть, 920-930 долларов. И на счету останется где-то 70-100 долларов у вас. То есть, плюс большого кредитного плеча в том, что он с небольшой суммы сможет выдержать большую просадку. Минус в том, что на счету просто гораздо меньше средств останется. Вот это простым языком, если объяснять. На прибыль это никак не влияет. То есть прибыль будет одинаковая, все будет одно и то же. Просто задействуется в торговле в открытии сделать меньше средств на большем кредитном ключе, и, соответственно, он больше просадков может подержать. А то, что используется больше средств брокера, то есть за это брокер, получается, никакой выгоды не получает? Нет, не получает. Нет, просто используется больше средств брокера. Вообще, ключу 1 тысяча, 1-2 тысячи. То есть, в принципе, эти такие плечи, они очень удобны для тех, кто торгует на агрессивных настройках, у кого небольшая сумма, у кого нет возможности пополнения именно для быстрого разгона депозита. Если вы торгуете, например, на более консервативных настройках, то, в принципе, 1-200-1-300 ключа будет хватать. Вообще нормальный брокер, адекватно. Просто выгодят еще 1-500 максимально, то есть 1-1000-1-2000, это уже такие опасные плечи. То есть, смотри, то есть, вот как ты говоришь, получается, на прибыль это вообще никак не влияет. То, что там 1-1000 или 1-300, то есть прибыль будет, как ты говоришь, одинаковая получается. И не важно, что больше кредитных, ну, как бы, заемных средств используется, ну, брокер, да, в торговле. Он, получается, и на больший контракт заходит, да? Нет, он все то же самое делает, просто там получается как, то есть плечо, например, 1-300, да, то есть примерно там одна твоя, грубо говоря, доля и 300 долей брокера, да, 1-1000, то есть одна твоя доля и 1000 долей брокера. То есть сумма одинаковая за сделку идет, то есть брокер, ну, именно твоих средств за исполнение этой сделки используется меньше. Если ты видел в терминале, там есть такой раздел, называется маржа. Когда у тебя открываются сделки, у тебя вот эта маржа прибавляется, ну, вот. И, соответственно, чем больше плечо, тем меньше маржа вот эта, сумма средств, заблокированных на счете за открытие сделок. То есть, грубо говоря, смотри, вот ты можешь посмотреть вот маржа, да, например. Вот у меня, например, на одном счете маржа сейчас 91 доллар. Ну, вот, соответственно, даже если счет сольется, вот эти 91 доллар маржа, они останутся у меня на счете. Если, например, ты бы торговал на плече, ну, я торговал на плече 1-1000, да, у меня бы маржа была бы там, например, 25 долларов, да, если бы счет слился бы, осталось бы на счете 25 долларов. То есть вот если простым языком так. Ну, так как бы, то есть... Ну, так и так, банкротом становишься. Ну, у тебя больше средств остается. Ну, или вот еще по-другому сказать. То есть представь, что ты полностью, как бы, у тебя депозит может слить под ноль. То есть такого не может быть, да, ну, ноль, как бы, но представь, что как будто ноль. И у тебя получается какая ситуация. То есть ты ставишь на 1-300, это получается equity protector 70%, на 1-1000 equity protector 90%. Ну, к примеру, вот так вот. То есть 70% сливается, 30% остается, на 1-1000 90% сливается, 10% остается. Ну, это примерно цифры, их точно не сказать, потому что они зависят от количества открытых сделок и лотов. То есть, может быть, у тебя мало сделок открыто, да, и просадка большая, а может быть, много сделок открыто с большим лотовом, соответственно, тогда больше средств останется, меньше просадка выдержит. То есть все от этого будет зависеть. Ну, примерно, вот примерно, какие цифры получаются. Просто вот я немножко, вот смотри, вот я был на центовом счету, 1-1000 плечо было. В принципе, меня все устраивало. Почему я перешел на ЕЦНовский счет 1-300? Потому что второй стороной, ну, то есть на межбанк, не выходят эти счета, да, как я так понимаю. И второй стороной... Ну, центовый счет. Да, и второй стороной в сделке выступает брокер. Получается, брокеру мы не приносим прибыль, а наоборот, у него забираем как раз. Ну, на центовых счетах, если вы зарабатываете деньги, то вы, да, забираете деньги брокера. Ну, мы забираем у брокера. Соответственно, ну, как бы, это не очень хорошо. Брокер хочет зарабатывать. Да, я уже говорил ответ на этот вопрос. То есть, если вы используете центовые счета для небольших сумм, для того, чтобы разогнать депозит и потом перейти на долларовый счет, это нормально как бы. Либо для теста какой-то стратегии использоваться центовые счеты, это нормально. Но чтобы туда заливать крупные суммы, как многие делают там, не знаю, некто там по 10 тысяч долларов даже видел на центовый счет вложил, и торгуют в долгосрок, там стараются разогнать до каких-то нереальных сумм, то есть, так лучше не делать, потому что вы понимаете, что вы забираете деньги у брокера, и брокер, естественно, может не захотеть с вами этими средствами делиться, и просто там придумать какие-нибудь фишки, там, например, там слить ваш счет, либо там, я не знаю, там, до take profit они будут доводить конкретно ваш счет, потому что терминал MidTrader 4, он позволяет манипулировать, то есть, брокер может манипулировать как бы вашим как бы этим балансом для того, чтобы вы там как можно меньше зарабатывали, как можно больше сливали. Изначально, возможно, он это не смотрит, но когда вы начнете зарабатывать много и выводить, тогда, возможно, столкнуться с проблемами. Поэтому, ну, я сам лично в центовые счета не верю, я говорю, что они подходят для того, чтобы разогнать депозит, либо для того, чтобы протестировать какую-то торговую систему на реальных средствах, но чтобы постоянно торговать и разгонять депозиты до крупных сумм, как бы они, лучше их не использовать. Просто вот смотри... Ну, это не только я говорю, это можно в MidTrader. Да, понял. Смотри, просто вот я перешел с центового на ЕЦНовский, МДД, да, для автоматической торговли. И, значит, плечо 1 к 300, и сейчас я вообще не могу привыкнуть как бы, я вот честно скажу, всю ночь не мог заснуть, не мог привыкнуть к уровню моржи. Потому что вот если... Ну, то есть сейчас там вот уровень моржи чуть больше тысячи при там уровне просадки. Вообще я не могу уровень. А? Это вообще замечательный уровень. Блин, дело в том, что на центовом счету, когда у меня был уровень тысячи моржи, я, короче, уже бил тревогу. Ведро корвалола там до залива. Тысяча моржи, пообщайся с трейдерами, которые торгуют на плече 1 к 100, и у них уровень моржи там, ну, по-разному, да. То есть как бы я вообще, когда сам торговал вручную, то есть у меня там вообще он был, когда там сделать подкрывал, то есть он был меньше всегда тысячи. Не, уровень моржи как бы, все, что выше там, ну, мне кажется, вот 500 и выше, это вообще, короче, можно даже не думать ни о чем, даже не смотреть в терминал. А если уровень моржи где-то вот, ну, 200, это такой первый звоночек, то есть 200 и ниже. Такой первый звоночек, когда нужно почаще начинать смотреть в терминал, и когда уровень моржи меньше 100 становится, вот тогда уже можно предпринимать действие. А так вот многие смотрят, да, там, вот у меня там уровень моржи на одном, грубо говоря, на большом плече 10 тысяч процентов, а на этом тысяча процентов, и люди начинают бить тревогу. А тысяча процентов, то есть это, у них просадка там 3 процента пошла, у них уровень моржи 1000, они там уже, ага, что делать, как бы. Я говорю, сколько у вас просадка 3 процента. То есть, ну, вот такая ситуация. На уровень моржи все, что выше там, не знаю, 200-300, можно даже вообще не смотреть. То есть смотрите на процент просадки, какой у вас. Уровень моржи, он нужен для того, чтобы контролировать и неслить счет. То есть, когда вот он ниже 100, соответственно, тогда нужно уже чаще следить за счетом и предпринимать какие-то действия, возможно. То есть там замки открывать, либо там пополнять счет, как бы. Но дело в том, что просто этот же уровень моржи достаточно быстро может ветром сдуть. Почему? Потому что вот я видел скачки сегодня, да, вот падение было, после, я так понимаю, после новостей, да, которые вышли сегодня, там, по Японии и так далее. Не знаю, насколько они спровоцировали. Но, в общем, сегодня все увидели падение. Вот. В определенных валютах парк. И 400 моржи просто сдуло, я не знаю, минут, наверное, за 5 или за 10. То есть было 1600. Но смотри, чем больше выровень, тем быстрее сдувает ее. То есть, например, с 1500 до 1000 сдует там быстрее, чем с 200 до 100, например. А, ну, то есть чем меньше ее потом становится, тем меньше она уходит, как бы, да? Ну, примерно, да. Угу. Ну и плюс. Ну, я говорю, вот уровень моржи, как бы, это, я говорю, он нужен, по сути, для того, чтобы смотреть, не слился ли счет. А если там у тебя уровень моржи, там, я не знаю, 800, там, ну, просадка при этом там 5%, как бы, ну, понятное дело, что 5% это вообще более чем адекватная просадка, и не стоит вообще за нее переживать. То есть нужно прежде всего смотреть на уровень просадки, то есть какая у вас просадка по счету идет, то есть там 10%, 20% то есть, например, если пошла просадка там где-то там 7, 8, 9, 10%, можно там по тем парам, по которым пошла просадка, увеличить левел рейдж, да? Например, у вас стоял 25, поставили на 30, стоял на 21, поставили там на 25, там, 28 в этих проделах. Вот, то есть вообще на уровень можно даже не смотреть, как бы вот такие уровень, именно нужно смотреть, когда уже там видим, что просадка просто гигантская, и дело подходит к каким-то серьезным последствиям. Вот только тогда имеет смысл вообще смотреть на уровень маржа. В принципе, на 400, 300, примерно на таком диапазоне уже можно либо левел рейдж увеличивать, либо дозаливать, либо останавливать автоторговлю, да? То есть какие-то уже можно действия начинать принимать. Ну, 300, 400 по-разному, для кого-то это нормально. То есть есть трейдеры, там, которые с маленькими плечами торгуют, например, там, плечо 1,50, к примеру. Ну, есть у меня знакомые, которые торгуют на каких-то плечах, и там, ну, 200, 300, это вообще прям оптимально для них. Это, говорю, просто вот, есть люди, да, которые там поторговали на 1,000, на 1,000, и они там привыкли видеть, там, сумму, там, да, 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 10,000 процентов, да, уровень маржа, они чувствуют себя легче. А когда видят тысячу, они уже начинают переживать. Но, когда люди торгуют с меньшими плечами, у них вообще всегда автомата меньше тысячи. Как бы, ну, для них это нормально. То есть тут именно дискомфорт связан с тем, что привыкли смотреть, там, увидеть большие числа, как бы, как бы из этого переживать. На уровень маржи, говорю, смотреть стоит вообще, как бы, ну, ну, не сразу же. То есть надо смотреть сначала на уровень просадки, то есть какая у вас просадка, депозита процента, и потом только уже на уровень маржи. И, то есть, там, 300, 500, 800 процентов. Мне, например, там, не особо, там, без разницы вообще, какая-то, какой уровень маржи. Если просадка, там, не превышает 20 процентов. Ну, да. Я даже вот честно скажу, у меня раз просадка вот пошла, там, дальше 11 процентов, я даже не знаю, какой там уровень маржи. Просто вот у меня на центровом счету была просадка максимально 28 процентов, и, значит, уровень маржи упал до 1000, даже до 900, по-моему, короче, на пике. И я на центровом счету впервые увидел такую маленькую, ну, просадку, ой, не просадку, уровень маржи, точнее, такой маленький. И видел, как очень стремительно уровень маржи съедался, потому что, как бы, робот начинает брать, ну, усредняться, да, брать, заходить с еще большим объемом на каждый следующий ордер, сам знаешь, как бы. И, то есть, я это все увидел, и, соответственно, ну, как бы, испугался, соответственно, подзалил денег и остановил автоторговлю и стал ждать разворота рынка. Потом рынок развернулся, как бы, шикарнейший профит, как бы, пришел. Вот. Но, как бы, в принципе, я еще достаточно рано, да, запаниковал, в принципе, я просто... Ну, смотри, вот, пример хороший. Ты года уже по теме форекса, как бы, по теме форекса, как ты двигаешься, ты опыта много? Нет, в принципе, недавно. Ну, я двигался, это было, как бы, давно, но смотри, вот пример вообще простой. То есть, у меня раз на счете, на самом таком, как бы, который на 5 пар работает, просадка текущая 13%. Уровень маржи 480%. То есть, как бы, ну, мне без разницы уровень, то есть, 480, либо он 1000%, то есть, вообще без разницы. Я вижу, что просадка 13%, и, в принципе, эта просадка, она максимальная на этом счете, как бы, То есть, раньше там, она не превышала 11%, причастлива максимально 13%. Но я понимаю, что просадки до 20%, это вообще нормально, то есть, они всегда будут возникать, потому что не каждый месяц, а там, каждые 2 месяца, как бы, я готов их там пересиживать. То есть, то, что там уровень какой-то, я даже не смотрю. То есть, 12% просадки, это, ну, очень хорошая ситуация в данном случае. То есть, короче, не стоит обращать внимание на уровень раньше времени, пока нету большой просадки. Когда уже прошла просадка некомфортная, больше, там, 20-30%, как бы, 30%, да, смотрим просадку. Когда уже можно поглядывать. Ну, я так понимаю, что у него рабочая просадка, там, 10-15%, это еще вполне нормально. Там уже все, что свыше 20%, это уже там реально нужно руку на пульсе держать. Ну, в зависимости от настроек, вообще, вот, если, например, брать, там, 0.01 на 1000, 0.02 на 3000, то, ну, просадка до 20%, это нормально, как бы, вообще. То есть, такие движения есть, то есть, вы можете прям посмотреть по графику, то есть, сколько у вас делок было открыто, да, и на какой дистанции, если поанализируете график за последние, там, не знаю, несколько лет даже, как бы, такие движения, это нормально вообще. То есть, до 20% можно даже, ну, ну, не задумываться. Ну, единственное, что, вот, пошла просадка, там, может быть, как я говорил, 10%, после, если по одной паре тянет эту просадку, поменять левел рейндж на больше, как бы, и все, больше, по сути, делать ничего не нужно. И потом, когда закрылась просадка по этой паре, обратно левел рейндж вернуть. Вот, и все. 20%, ну, нормально, как мне кажется. То есть, они будут, не часто, как бы, не то, что постоянно будут висеть, но периодически, вот, на таких резких движениях, либо вверх, либо вниз, 20% просадка, она будет возникать. Вот. То есть, где-то 20-30, такой уже умеренный, как бы, такой риск, что, ну, прям так, как бы, некомфортно уже. И вот, если выше 30% пошла просадка, то есть, там уже нужно поглядывать, смотреть, примерно, что как. Потому что, она там начинает быстрее нарастать, потому что, уже открыто очень много ордеров, с крупными лотами. Она может быстрее гораздо набрать, например, с 30 до 40, чем с 20 до 30. Ну, опять же, стоит понимать, что, я говорю, когда рынок придет в одну сторону, очень долго, да, чем сильнее и дольше рынок идет в одну сторону, тем больше вероятность коррекции. То есть, вы посмотрите, если тоже, там, даже за 20 лет, да, то есть, вы не увидите прямо того, что рынок, там, берет-берет-берет в одну сторону, без остановок. То есть, рано или поздно, как бы, задохнуться, там, везде, либо быки, и пойдет коррекция. И вот, как раз на этой коррекции я просто слышал историю, что, как бы, людям, ну, не хватало даже больших депозитов, то есть, рынок шел очень долго в одну сторону, и люди заливали денег, и все равно не хватало, то есть, они не доживали дорого. если на агрессивных настройках не хватает, то да, может не хватить. Даже если, вот, прям, совсем жесткое движение какое-то будет, даже, возможно, с консервативными настройками, как бы, там, стоит некоторое действие предпринимать. Вот, самое классное, как я говорил, это увеличивать level range по мере нарастания просадки, чтобы ордера, сделки с большими ордерами, они открывались реже, потому что, чем дальше идет рынок не в вашу сторону, тем с большими ордерами открываются сделки. И, чтобы, ну, как бы, сократить частоту открытия этих ордеров, просто увеличиваем level range. А мы ему не мешаем усредняться, но мы же, как бы, он же через большее количество пунктов открывает новая ордера. Тут есть плюсы, есть минусы. Минус в том, что да, то есть, как бы, он может, например, пойти вниз и дойти до этого уровня и отскочить вверх. А если бы он дошел, level range меньше был, соответственно, он бы открыл сделку с еще большим лотом и быстрее бы, гораздо перекрыл бы убыток. То есть, ему совсем небольшое движение вверх потребовалось, небольшая коррекция. Если же этого не сделали, он сходил вниз, потом пошел вверх, и, соответственно, ему гораздо больше коррекция потребуется для того, чтобы закрыть убыток этот. Это минус, как бы. Но плюс в том, что если движение продолжится, то мы гораздо более глубокую просадку сможем пересидеть. Потому что, если бы он открывал гораздо чаще ордера вот эти, тогда бы у нас просадка меньше бы смогла выдержиться. То есть, тут больше как бы не для того, чтобы заработать идет как бы, а именно для того, чтобы сбалансировать риски. То есть, уменьшить риск с задачей. То есть, есть как плюсы, так и минусы. Поэтому не следует там, вот я знаю, что есть некоторые люди, которые там открылась там в три сделки, например, они уже там начинают панировать, какая просадка там, 2% например у них, они уже там начинают левел ренч увеличивать. То есть, в каких случаях, например, я лично не увеличу левел ренч. Не, я больше вот, кстати, всегда не на просадку смотрел, а вот на уровень маржи как-то всегда больше ориентировался. Вот. И там просадка 10% никак меня пугает, как уровень маржи. Так как, ну, так как, как бы, мне рассказали, что там происходит при критическом уровне, что там осталось как бы там. Все там, Когда она доходит до 40%, да, то есть там закрываются все сделки. Но ты пойми, что при 10% у тебя сделки не закроются, при 20% у тебя сделки не закроются, при 30% просадки у тебя тоже сделки не закроются. какой смысл вообще на уровень маржи смотреть, если у тебя просадка меньше 30%? Вот я лично, ну, мне это значение вообще ничего не дает. то есть, какую информацию я могу у тебя просадка 13%. То есть, что у меня 400%, что у меня 1000%, мне вообще по факту не нравится. Слушай, ну, я опять же от себя возможно круговую считаю. Да, блин, слушай, вот ты полезную информацию рассказал. Есть еще какие-нибудь вопросы? Какие-нибудь линию по роботу, по иконам? И этого человека я могу поставить под второй аккаунт, ниже стоящий, этого человека могу поставить туда, под эту ногу? Или нет? Да, ты из всех приглашенных партнеров можешь расставлять туда, куда хочешь вообще. Но единственное, смотри, если ты человека выставил больше, его переместить нельзя будет. То есть, как выставил, так и все. А один раз я могу переместить его? Нет, вообще перемещать нельзя. То есть, ты когда выставляешь человека, там такая пабличка выскакивает, что вы уверены, что хотите сюда поставить, это действие нельзя будет принять. И все. То есть, ты можешь куда угодно людей ставить, в любые ветки, куда тебе удобно. Но если ты его выставишь, то уже больше это действие не будет никаким образом. Просто я хотел сейчас третьего человека поставить, чтобы робот был уже бесплатный. Но, с другой стороны, этот человек, он очень активно может качать партнерку. И его выгоднее поставить тогда под нижний аккаунт. Ну, по маркетингу, чтобы больше получать. Вот. И как вот думаю, как поступить. Ну, получается, я его как бы либо туда ставлю под нижний сразу, либо под головной, да? у меня головной есть, у меня второй аккаунт есть. У меня есть две сильных команды, я одну команду сильно поставил в первую ветку, другую сильную команду поставил в третью ветку. А во вторую ветку, где у меня все остальные партнеры, я поставил еще один свой аккаунт, и на втором своем аккаунте я развиваю сразу три ветки. То есть, у меня две команды не сильно пошли, а остальные все партнеры, то есть, они разделены на три ветки. То есть я их ставлю как бы в первую, в вторую, в третью, в первую, в вторую, в третью, чтобы они сбалансированно работали. Таким образом, как бы я, ну, то есть на двух аккаунтах, получается, зарабатывать буду. Ну, самое же там выгодное, это, по-моему, когда у тебя вот четыре робота, головной, и три под ним, и под ними ты начинаешь строить. Ну, если ты крутой стилип, то да, так выгоднее прямо. Ну, опять же, смотри, какая ситуация может возникнуть. Вот, например, у тебя есть один сильный человек, очень сильный, да, ты его поставил под первый аккаунт, и все, потом пошел под второй, под третий ставить. Вот, и все, он тебя погнал развивать. То есть тебе уже нет смысла туда ставить, опять же, во вторую и в третью ногу к этому, например, под второй аккаунт, да, который ты зарегистрировал, который на первом месте под первым находится. То есть тебе вторую и третью ногу там нет смысла ставить, потому что она у тебя и так ушла, и ты на первом аккаунте ничего с этого не заработаешь. Поэтому важно развивать и на первом аккаунте, чтобы у тебя все три ноги ровно шли, и на других аккаунтах тоже, чтобы все ноги ровно шли. Я понимал, что у меня не получится первую, третью ветку развивать самостоятельно за счет того, что там и так уже сильные люди. Поэтому я только одну ветку таким образом развиваю. То есть мне сейчас нет смысла ставить, например, в третью ветку, туда людей, если бы аккаунт зарегистрировал, потому что у меня и так ушла она уже на 100 тысяч долларов. Вперед. Поэтому я вторую развивать. То есть самое главное, чтобы первый аккаунт был в шестящий раз, а потом уже второй у меня растепенный аккаунт, чтобы по нему тоже переговорить не было. Дело в том, что, видишь, пока что у меня нет лидеров, кто будет качать пока партнерку, пока что. Соответственно, чтобы по маркетингу больше извлечь прибыли, соответственно, мне под головной сейчас лучше поставить еще три робота и под них разместить равномерно 36 человек. И тогда не полторы тысячи будет по маркетингу, а три 300. Ну, если ты настроен, то можешь, в принципе, так сделать. У меня вообще таким образом два партнера работают. У них по четыре аккаунта. У многих по два аккаунта знаю. У двух человек по четыре аккаунта также они работают. Так, и получается, еще раз хочу уточнить, просто не вот этот момент недопонял. Я человека сейчас третьего, либо я ставлю его под головной кабинет, и робот будет бесплатным, да, уже, либо, соответственно, я его ставлю сразу под нижний аккаунт второго робота. Тебе надо на головном аккаунте, чтобы было три лично приглашенных, чтобы его активировать в первой, второй, в третьей ветке, а остальных всех, в принципе, можешь уже в ней ставить под дополнительные аккаунты. Так, понял. Все, и последний момент. Там, в принципе, один вопрос, я смотрю, пока корчать, я думаю, вопросы больше нет пока. Надеюсь, ребята не обидятся. Маленький момент. Сегодня по маркетингу встречался с человеком, мы с ним разговаривали насчет того, как можно продвигаться по, ну, соответственно, наш продукт, да, продвигать, рассказывать. Оказывается, получается, мы не можем его в том же Инстаграме по рекламе, ну, по таргету запускать. Мы только можем это у себя на странице публиковать, то есть для своей аудитории. По таргету мы не можем запускать. Все, что связано с Форексом, с этим, ну, с роботами и так далее. То есть единственное, можно... Нет, смотри, немножко неправильно поняли. Вы можете запускать хоть где, но при этом не упоминая, что за робот и что за компания. То есть, что вот есть там роботы, Форекс роботы, да, вот это можете без проблем по нигде делать. А так компания, как бы, ну, вот, говорит, что именно в открытом продвижении, то есть желательно не использовать и оконами, и таргет-ринтер-слова. Вот это раз. А вторых, тот же VK, как бы им пофигу, они на VK не смотрят, там можно делать все, что угодно. Вот. Ну и опять же, там компания некоторое правило говорит, что не нужно там гарантировать какие-то проценты определенные. Не нужно говорить, что это на 100% автоматизированная система. Не нужно там... Обязательно нужно упоминать, что есть риски, связанные с этим, дисклеймер указывать. То есть, если по этим правилам продвигать, никто ничего не скажет. Вот тот же Яконами, да, ну, как бы, получается, многие ребята, американцы, продвигают через Инстаграм. Я смотрю за их историями, то есть они истории, а стосторисы, такие посты постоянно пишут. Но они корректно продвигают, то есть... Но они для своей аудитории, вот со своей личной страницы, публикуют сторисы или там у себя размещают посты. Я имею в виду же именно таргет для людей, незнакомых. То есть, как мне маркетолог сегодня объяснил, что с вероятностью там 90% все, что связано у тебя будет в рекламе с Форексом, то есть вы не пройдете модерацию. То же самое, говорит, в контексте, в контексте, по контекстной рекламе вообще можете не ссуваться, вас тоже, вас там точно не пропустят. Вот. То есть вы по таргету, вы можете как-то только завуалированно, завуалированно, скажи мне, ну, рассказывать, пассивный доход там и так далее. И, как понял, еще может быть лайфхак, это если ты там какой-то приглашаешь мастер-класс по трейдингу или по эффективным инвестициям с возможностью получения пассивного дохода. Я понял вопрос. Я сразу отвечу на него. То есть вот у меня паркетолог сидит, он, конечно, рекламу пропускает без проблем. По Инстаграму я сам лично вижу, у меня там, ну, как бы, так как моя целевая аудитория, по сути, то есть у меня очень много предложений по Форексу. Они в основном предлагают канал. То есть каким образом классно они продвигают люди. То есть показывают там, например, чувак стоит там, показывает телефон, вот там сделки, там прибыль, там сколько ты заработал либо что-то еще там показывает. Вот. И, например, подписывайся на мой Телеграм-канал, как бы. Человек там свайпает и переходит к нему в Телеграм-канал, где он постоянно скидывает отчеты и все. То есть таким образом вообще продвигают нормально через Инстаграм. У меня постоянно реклама пролетает. Либо там на сайт какой-то переход с лендингом. То есть я думаю, если нам лендинг не сделают, то есть можно будет запустить, например, на лендинг. Походишь зарабатывать, там на Форекс, например, там вот там свайпай вверх, там переходи на лендинг. Так. Ну понял, понял. Какая-то противоречивая немножко информация. Сегодня маркетолог сказал одно. Ну ладно, надо будет тогда разговаривать еще. Не, проходит нормально. Блога рекламы вообще. Все, понял. Все, в принципе, вопросов нет. Спасибо. Спасибо за ответ. Давай. Так. И еще у нас есть три вопроса, которые в чате написали за все это время. Первый рекомендованный equity protector 20%. За счет equity protector вы можете либо ставить его, либо не ставить. Если вы его ставите, ставьте где-то, ну может быть, 20-25, самый максимум 30%. Меньше смысла нету ставить, потому что вы часто будете закрываться. Больше тоже нет смысла ставить, там больше 30, там даже 40, да, потому что у вас просто, ну, как бы ни туда, ни сюда получается. То есть просто пол депозита сольете и все. То есть где-то вот в пределах 20-30, либо вообще его не ставить. Какие плюсы, какие минусы есть equity protector? Плюс в том, что вы не сольете полностью депозит. То есть у вас пошла просадка, вы максимум рискуете 20% от вашего счета, либо 30% от вашего счета. Остальные деньги, они останутся у вас. Это плюс. Минус какой у него? Минус в том, что периодически рынок будет очень сильно двигаться и иногда заходить босс просадки 20%, да? Вот я сам лично и тестировал и с equity protector, и без equity protector. Была такая ситуация, когда он дошел до 21% просадки и развернулся, и у всех людей он закрыл в очень хороший плюс эту просадку 20%, потому что чем больше просадка, тем с большей долей вероятности, что рынок развернется и перекроет, как бы, и закроет в очень хороший плюс. А у меня закрылось минус 20%, то есть мне было обидно немножко. Второй раз была ситуация, когда просадка составила там 23-24% и после этого рынок развернулся. Я второй раз закрылся по equity protector, когда тестировал, я там более двух месяцев, вот, и как бы там на демо-счетах я один раз на реальном месте equity protector запускал, вот, и вижу, что он с этой просадки очень хорошо выходит и зарабатывает, поэтому я решил отключить equity protector и сейчас торгую без equity protector. То есть я готов прискнуть всей суммой депозита, но я вижу, что он из этих просадок, которые от 20-30% выходят, очень хорошо. А так я вам назвал плюсы-минусы, вы сами можете решать, себя пользоваться или нет. Андрей, когда будет перевод обучающих роликов? Вот ли вообще, я в начале вебинара рассказывал об этом, что уже есть текст, как бы сказали, их уже перевели, осталось только сделать озвучку вообще по многим материалам и по сайту тоже там уже как бы начинает заниматься переводами. Вообще сказали такую вещь, как бы сказали, что когда будет 100 аффилиейтов, то есть 100 партнеров именно, которые будут в стране предоставлены. То есть у нас сейчас где-то порядка 600 клиентов, партнеров я не знаю, сколько точно, надо посчитать, но я думаю, что там где-то может быть в районе там 40-50 что ли партнеров. Даже вот давайте сейчас прямо зайду по-быстрому, посмотрю, сколько там у нас, у меня лично в структуре людей, которые оплачивают маркетинг. Так, аффилиейт. У меня 37 человек в структуре, которые оплачивают маркетинг в данный момент. То есть, ну, порядка там 500 человек, я думаю, в России есть. Когда будет больше 100 человек, после этого компания сразу там, ну, как бы начинает предоставлять максимально все там материалы, хотя они и так с нами сейчас хорошо работают, но будет перевод там и все, как бы много будет условий предоставлено для данной страны, в которой более 100 человек и которые заинтересованы развивать это все очень активно. Вот, поэтому перевод будут вопрос о времени. Пока работаем с англо-версией Cyber. Через опхол сейчас можно ли оплатить 169 долларов? Я не знаю, точно сейчас проходит, вот прямо сейчас проходит ли оплата из опхолда, повторная, ежемесячная или нет, но у кого-то проходит, у кого-то нет, у кого-то не проходит, я знаю, чтобы мы писали в поддержку с одним человеком и там Билл зашел в кабинет и списал как бы сам. То есть, может быть, если опхолд привязан, можно выбрать способ оплаты опхолд и просто написать в поддержку, чтобы списали деньги с опхолда 169 долларов. Если не спишут, то написать сообщение, например, мне в одном сообщении, что ежемесячная обменская плата 169 долларов с опхолда не связывается, мой ID такой-то, мой опхолд такой-то, пожалуйста, спишите. Скинуть мне это сообщение, я перешлю наверх и, соответственно, сделают таким образом. Так, спросить голосом. Сейчас сначала на вопрос поотвечаю, потом голосом. У меня equity protector 90%, а когда с картами разберутся, по плате. С картами разберутся, я вначале видео говорил об этом. Если вы не с самого начала подписываете, можете посмотреть записи. Прямо в самом начале рассказывал про способы оплаты, про карты, про все это. Изменится ли ситуация оплаты робота очень сложно делать через биткоин. Да, я вначале рассказывал об этом, опять же. И по поводу оплат, завтра, как я уже в начале видео говорил, завтра у нас будет созвон с руководством. Я с Пашей будем звонить, еще Андрей Жариков будет с нами, будем звонить, значит, руководству. Билл, Сал, Хасан там по-моему будет присутствовать, Райан, спонсор наш в США, и как раз они нам дадут информацию конкретно, что касаемо оплат, и я с вами поделюсь. Уже Payr и AdvoCash уже они отправили заявки. Если я два месяца подряд успешно оплачивал карту, придет ли оплата очередной раз? Не знаем, пока же только время. У кого-то, у какой-то небольшой часть людей проходит, у большинства людей не проходит из России оплата с картами. Знаешь, что в Казахстане оплата с картами проходит. Поэтому смотрите, когда у вас будет очередная оплата ежемесячная, и, соответственно, после этого, то есть, если у вас будет платеж decline, написано, отклонен, тогда, значит, не прошла. Если будет отцеплен, следующий адаптер появится в следующем месяце, тогда, соответственно, оплата прошла. вопрос, теперь вопрос голосом. 3366, да? 3366, подключаем микрофончик. Привет! Привет! Слушайте, вы все такие все примунувшие. Ну и работаем. На износ, короче, устали. Андрей, нормально, слушай, у вас камера, вон, посмотри, самсунг, ты как будто у меня нарисованы, я тебе, скриншот пришлю. Правда, у тебя картинка такая, как будто обработанная. Ну ладно, не суть. Слушай, расскажи про марафон, давай, все, вот я собрался. Собрался, как бы, ты говоришь, я долго готовился, то, что вы делаете лендосы, это охренительно. Как бы, помнишь, я даже свой сделал в какой-то момент времени еще на предыдущем. Я понял, что компания делает лендосы для всех, молодцы. Они как бы, ладно, потом он суть. Ты мне расскажи, давай, про марафон, который ты придумал. Ну, это не я придумал, вообще, на самом деле, придумал Максим Егоров данный марафон, он предложил мне поучаствовать, говорит, Андрюха, давай, типа, с тобой забьемся. Каждый день наша задача была делать по 10 предложений партнерам предложений бизнеса и, типа, и делать отчет, скидывать отчет, кто 10 предложений в день не сделал, слился там, или что-то забыл, либо там времени не нашел. Тот просто пятерик скидывает, как бы, ну, там, ну, как бы. На мана. Вот, мы так заговорились, я говорю, давай, да, это как бы будет подстегивать, мотивировать, давай сделаем. Вот, про пятерик никому не говорили, ну, кто-то знает, кто-то не знает, но, потому что мы не все. подожди, давай, про входящие какие-то, вот, базовые, смотри, ну, как воронка продаж работает. Первичные люди, вот, вы сегодня обсуждали там уже на тему того, что реклама не разрешена. Конечно, реклама разрешена, то есть всем нужно делать семинары, то есть всем нужно обучать того, тем, как вот делать семинары для людей. Да, правильно? Первичные люди, что-то делать 10 предложений. Ну, как, ну, я же не пойду по фейсбуку по всем предлагать. Я вот не могу, ты помнишь, или в инстаграме. Я только на собранный твитар могу. Есть много вариантов, на самом деле, я, короче, вот я вчера хотел еще видео записать, ни вчера, ни сегодня времени вообще просто нет, вот этот видос, ну, нужно где-то час-два, где-то времени, чтобы записать видос со всеми институциями, как что делать. То есть сейчас, вот мы как работаем вообще, я написал пост вконтакте. Вот пятак, для тех вот записал, для тех, кто хочет это увидеть, вот пятак, давай, давай. Сделай нам, что мотивация. Короче, пост закрепленный, да, смотри, там расписано о компании, о продуктах, о том, сколько можно зарабатывать с продукта, не о маркетинге, то есть такой, знаешь, пост краткий. И я пишу человеку там, ну, к примеру, то есть вижу, человек занимается там форекс-роботами, да, там, привет, Серега, вижу, что ты занимаешься форекс-роботами, я тоже вот занимаюсь форекс-роботами, вот, посмотрю. Блин, давай говорить про тех людей, у кого нет такой аудитории, вот я вообще никогда не был, ни в MLM, ни в форекс, ни в чем, ну, в крипте немножко, вот специально для таких людей я запишу видос, короче, подробный, как сделать страничку ВКонтакте, как ее, как нагнать туда целевой аудитории, и как правильно работать вообще через это, то есть я сделаю отдельное видео, видеоинструкцию по этому поводу, для тех, кто еще этим не занимался. Я ВКонтакте даже не под своей фамилией, так что это прекрасная идея. Вот, то есть, вот это все. Вот мне только этот вопрос сейчас интересовал, на самом деле. Что, робот работает, просадка какая-то там, в зависимости от того, какие настройки, такие просадки у людей, ну, тут как бы, что вы? С оплатой нет оплаты, непонятно почему. Давай мы свой обменник сделаем, хочешь? Просто вот, тем, кто не может сам с битками, они будут нам рублями платить, мы им битки будем за них оплачивать, все, у тебя же есть, вот, твое лицо, это гарантия того, что оплату пройдет. Сделай, сделай обменник, и народу будет очень много. Да, давай, дейте, прям хорошо. Давай тебе скидывать рубли, ты ему, его оплачиваешь. Да, 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 куда-то скинул, просто на какую-то карточку, и мы за него все провели, нам нужно знать только его имейл, правильно ли, что? Аккаунт его вот в системе. Мы за него прям письмо отправили, и все, он просто рубли скинул, за него письмо отправили, все, и там подключились. Но ему нужно самому скидывать со своей почты. С ними только что и почту можно скидывать. Но мы ему тогда прислем, что скинут со своей почтой, на какой адрес просто. Да, то есть мы прям вот полностью. Вот такое письмо, да, переслать. И транзакции, короче, скидывать ему он просто берет, копирует и отправляет. Да, отлично. Ладно, тоже хорошая идея. Короче, всем вперед, что? Вот, а по поводу мероприятий, тоже все. Мне не рассказать, кстати, последний вопрос. Почему сегодня ночью глючит этот робот? Что там было? Что у них? Клиент, тесты, тесты, которые проводятся? Были обновления на сайте, короче, там провели обновление и часть людей роботы послетали. Я тоже в начале вебинара об этом рассказывал. Вот, соответственно, перезагрузка помогла и компания, они сказали, что найдут, почему при каких-то там обновлениях сервера часть роботов слетает. То есть они сказали, что найдут причину, это одна из главных причин, потому что там на них сегодня американцы нормально наехали. Типа что люди пишут, какого фига там вообще нормально как бы на руководство, короче, что давайте, короче, решайте вопросы и сказать, что мы максимально быстро этот вопрос решим, чтобы, ну, не было таких вопросов. То есть они говорят, мы не знаем, с чем это связано, но мы найдем причину и устраним, естественно, ее. Огонь. Вот, поэтому все нормально будет, надеюсь, в ближайшем будущем. Чак мы ждем, да? И видео ты нам обещал. Я как сделаю, инструкции сегодня уже по-любому нет, потому что вот уже из режима выбиваемся, нам бы как бы что-нибудь самим, как бы если я саму успею 10 предложений сделать, а потом все инструкции в этот марафон скину. То есть если тебе интересен марафон, мы там с тобой, чтобы время общее не задерживать, потом в личке можем пообщаться на эту тему. Да, да. Спасибо. Хорошо. Я, короче, сейчас отойду. Женя, поотвечаешь на вопросы? У меня есть партнер Евгений, который проявляет инициативу, да. Слил, короче, да. Да, то есть ему уже пора тоже начинать немножечко привыкать, вижу, что еще есть непрочитанные вопросы, поэтому сейчас Женя сядет и подпекает всем на вопросы. Я пока отойду. Здесь Евгений, я Евгений Ваганович, вовца. Может, еще что скажешь? У меня сразу с собой за... Может, двинутся чуть-чуть? Так, всем добрый вечер. Меня Евгений зовут, как уже представили. Тоже протектор. Так, у нас вопросы. У меня как-нибудь протектор 90%, когда с картами, как это мы уже посмотрели. Изменилась ли ситуация с оплатой робота? Очень сложно делать через биткоин. Тоже. Так, если два месяца подряд успешно... Так, это тоже было. Так, хорошее приложение. Приложение голосом. Добрый. Так, Александр. Андрюха! Андрей! Он не успел уйти, короче. Андрей! Он, по-моему, включал именно. Так, а как тут включаются вопросы? Каких вопросов были больше? Алло-алло? Так. У меня включился звук какой-то. Так, сейчас. Не тому. Да, забыл предложение сделать, выпало из головы. Смотрю, вроде вопросы закончились. Жалко, Андрей отошел. Ну, я, в принципе, адресую, думаю, Андрею передадите. Такое предложение, вообще, оно адресовано всем. В принципе, есть, ну, влогеры, допустим, да, на ютубе, в инстаграме, у которых есть наша целевая аудитория. Соответственно, у них достаточно недешевая реклама. По идее, в принципе, если мы, вот, найдутся заинтересованные лица и совместно сложатся на их рекламу и придумаем совместно, куда можно будет гнать этот трафик, то, соответственно, эти заявки мы потом сможем равномерно, да, если мы равномерно складываемся, равномерно их распределять. Тем самым мы, ну, нагрузка будет на каждого человека, она намного будет меньше, да, допустим, там, не знаю, узнавал, что там канал есть, там, типичный миллионер, например, там, по идее, есть наша целевая аудитория. Ну, я, к примеру, говорю, это не какая-то реклама. Вот, там у него рекламная будет стоить 300 тысяч рублей. Соответственно, аудитория, у него сколько? Соответственно, одному, одному это не посильная ноша, да, но если там соберется, к примеру, человек 10, это уже как бы вопрос, который мы можем решить. Вот, а если делать грамотную рекламную интеграцию, вот, то есть реально сделать крутой оффер, то в принципе потом этот трафик мы куда-то можем, ну, то есть гнать либо на сайт, либо на лендинг, ну, придумать можно, как это все сделать. Ну, и соответственно, приходят заявки, мы довольны, в принципе. Ну, вот такое предложение. Александр, видишь, тут только единственная проблема, куда посылать этих людей и как их обрабатывать, да, вот по факту пять человек одному, пять человек другому, пять человек третьему, то есть тут нужен отдельный какой-то сайт или лендинг, на который просто их посылать. Ну, в принципе, почему нет? Все возможно. Люди много, договориться можно. Да, этот лендинг, ну, он может быть у человека, то есть этот лендинг, ну, лендинг там сделать не проблема, да даже сайт сделать не проблема, без желания, просто это время там занимает какое-то. Значит, и, соответственно, мы это доверяем, ну, например, не знаю, там Андрею и так далее, то есть чтобы все люди решили, кому мы можем это доверить. И, соответственно, этот человек, допустим, пришло там, не знаю, 50 заявок, он, соответственно, берет и распределяет равномерно, не смотрит и не выбирает, какие кому, а просто равномерно распределяет среди всех участников. Это сложилось. Ну, в принципе, могу сказать так, как, скорее всего, предложит Андрей, инициатива наказуема, в принципе, занимайся. Не, ну, понятно, да, я так, в принципе, готов. Мне главное, мне главное понять отклик, вот вообще, это людям интересно или нет, потому что я знаю, что, ну, такая подобная практика уже была, там, вообще по другой теме, давненько уже, там люди реально складывались, то есть, там было типа тем, у них вообще, честно говоря, под эта платформа была специальная, и в этой платформе был такой функционал, то, допустим, они бы, ну, как сказать, предложение, в общем, делают, которые, ну, на платформе, те, кто там находится, они это предложение видят, и, допустим, они там, заказать там рекламу у Николая Соболева, к примеру, там, она стоит, эта реклама, там, миллион рублей, соответственно, они делают, к примеру, 20 ячеек, по 50 тысяч рублей, каждая ячейка, соответственно, каждый человек, он может купить эту ячейку, вот, и, но человек может купить не одну ячейку, а две, три, в зависимости от его возможности, соответственно, ну, равномерно своим долям, да, он получит, то есть, если у него там 2-3 доли, он получит больше, да, чем человек, который одну только ячейку купил, то есть, типа, тема такая, я знаю, что у них опыт достаточно был успешный в этом плане, то есть, приходило реально большое количество лидов, они это распределяли между собой, и при этом нагрузка была на человека, на каждого, минимальная, и спокойно это все отбивалось с лихвой, то есть, зарабатывали все очень, ну, круто, вот несколько раз, я знаю, у них очень такой, ну, как бы хороший опыт был. Александр, я это понял, смотри, давай сейчас проведем такой экспериментик, вот у нас здесь 19 человек, те, кому было бы интересно так скидываться, поставьте плюсики. Так, у тебя еще какие-то вопросы? Нет, у меня просто было предложение, я его хотел сказать в конце, Андрею, просто вот выпал из головы, вот, и сейчас вспомнил, решил рассказать, и, ну, как бы узнать мнение людей, может быть, кому-то это было бы интересно, вот, все хотят, наверное, ну, многие хотят партнерку уже развивать, все поняли, какой крутой продукт, и почему бы не зарабатывать. Партнерки очень хорошие. Идея интересная, прикольная, потому что, да, у блогеров очень большие аудитории, ну, естественно, желательно выбирать тех, кто более целевой, да, потому что там мистер Китти, или там кто там с детишками, как бы у них незачем покупать. Вот. Тех, у кого подобная тематика, большая аудитория, да, есть смысл. В принципе, здесь я вижу только вопрос в том, чтобы сделать вот именно такую систему, да, вот сайтик и распределение по вот этим баллам, скажем, ну, сколько, кто сколько купит из этих портфелей. Если будет предложение, народ, я думаю, найдется. Потому что действительно адекватное предложение, и оно уже опробовано, как говоришь, было в какой-то другой компании. Да, хочу дополнить только вот пару слов буквально. То есть, это действительно, ну, нужно, чтобы это были люди, которые реально заинтересованы во входящем потоке лидов, чтобы они понимали, что с этими лидами нужно будет работать, чтобы все совместно подумали, какой мы оффер, какую мы интеграцию можем совместно сделать, да, а также выбрать какого-то влогера, ну, чтобы все люди как-то примерно там больше или большая часть хотя бы проголосовали, я не знаю, что да, вот нам этот влогер вроде бы подходит, у него есть наша целевая аудитория, давайте попробуем. какой ценник, давайте, сколько мы ячеек сделаем. То есть, ну, как бы, надо подумать, как этот вопрос решить, будет как в армии, там, пару генералов решит, как это будет, либо там совместно все голосуют и так далее, и потом. Вот, ну, конечно, круто, когда есть как-то, специальная платформа, где прям вот этот функционал есть, то есть, несколько предложений делается и все могут выбирать, ну, на какое предложение заходить и сколько ячеек покупать там. Вот, в принципе, все, спасибо за то, что дали возможность. не за что. Так, так, все, да, я тебя отключаю, да? Да, да, да. Так, я вижу проблемы, так, не вижу проблем, 10 предложений, где не делают через вклад. Так, Алена, у нас получается замечательно, что у вас нету проблем это делать, можете заходить к нам в марафон и установить для себя другой уровень, который будет проблематичный, допустим, 50, и уже будет интереснее работать. Так, скажите, в BTC заводить можно, куда заводить, на брокеров, можно, в компанию оплачивать тоже можно. В принципе, была инструкция, номер кошелька компании, куда переводите биткоины, и нужно будет отправить некоторые данные по вашей транзакции в компанию, чтобы они вас оплатили, подключили. Так, давайте сделаем чат в WhatsApp. Какой чат и зачем конкретно? в принципе, в Телеграме вроде хватает. Так, нужно просто обучение. Обучение есть инструменты. Да, естественно, есть обучение, они, инструменты отработаны, уже есть люди с большим опытом, и они делятся своим опытом, в том числе и Андрей сейчас будет записывать ролики, вот как он говорил выше. Так, Антон. Как он говорил выше, будет записывать ролики, обучаемые и для новичков, и для всех. с каждым человеком работать надо, иначе будет много недовольных и получать антиреклама. с каждым человеком, естественно, нужно отработать изначально, когда он приходит в компанию, донести грамотно ту информацию, которая нужна, без приукрашивания и никого не тянуть, в том плане, что это не кнопка бабло, и все-таки нужно за ним следить, за роботом, и что-то нужно делать правильно, нужно доносить информацию, а потом, когда уже, если вы имеете в виду по маркетингу, то действительно сейчас еще компания относительно свежая, еще только готовятся вот эти обучения, обучение именно готовится перевод на русский, потому что на английском он уже есть, они уже пользуются, и вот наши партнеры сейчас делают перевод, либо кто-то записывает от себя вот эти обучающие ролики, но это все точно будет в ближайшее время. Есть тот же ВК про настраивай и получаю заявки. Да, автоматизации очень много, если вы имеете в виду по потопу входящих заявок, в принципе каждый использует то, что хочется, кому очень нравится. Спасибо. Тут еще каждый должен понимать, что нужно работать с людьми, иначе можно прожечь аудиторию. да, это практически тот же вопрос, который был выше. Естественно, каждым человеком нужно отрабатывать и естественно заявки будут. Если ты имеешь в виду, наверное, предложение, которое было голосом, люди, которые будут сюда заходить и скидываться на эту рекламу, потому что она дорогая, в любом случае заинтересована на то, чтобы отрабатывать эти лиды. Я новинки. Замечательно. Так. Кто желает совместно складываться на рекламу блогера, пишите ватсап. В принципе, все. Так, есть еще какие-то вопросы? Всем спасибо. Так, в принципе, народ уже разбегается, уже в час двадцать посидели. Еще вам буквально пару минут. Если вопросов не будем, то заканчиваем. Может, кто-то голосом что-то хочет сказать? Так, все, народ расходится, разбегается, поэтому на сегодня закончим. Всем спасибо, что пришли. Хорошо пообщались. Всем всего доброго. Андрей? Андрей, как тут заканчивается? Запись будет, да? просто закрыть. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.